В ночь с 5 на 6 июля этого года в Ивановском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний Артур Гильденбран, студент первого курса юрфака. Больше 40 дней родители и друзья молодого человека пытаются добиться от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела. Второй участник ДТП, водитель Hyundai Solaris, сотрудник СИЗО, в момент трагедии был пьян. В его крови содержалось 0,91 промилле. Фролов пытался скрыться с места происшествия, а когда понял, что ему это не удастся, он начал объяснить, что он не водитель, он пассажир, водитель якобы убежал с места происшествия. А о том, что он был пьяный до такой степени, опять же, в связи с тем, что объяснение с него получить мы смогли буквально практически через сутки после происшедшего, поскольку он был в невменяемом практически от алкоголя состоянии и все это время находился, я так полагаю, в дежурной части Ивановского РОВД. По версии родителей, в 23.30 Артур выехал от своей девушки домой, в Биберево. Перед поворотом перестроился на обочину. В этот момент его сбила иномарка. Водитель авто предлагает другую версию. Юноша ехал с ним в попутном направлении и неожиданно повернул влево. Избежать смертельного столкновения не было возможности. Он направился домой. Он, кроме как домой, не мог никуда, потому что у него вообще был рюкзак для себя тяжелый. И я думаю, развернуться вот здесь просто так ни с того ни с сего убануло. Экспертиза подтвердила, машины и скутер двигались навстречу друг другу. Есть схема ДТП, согласно которой большинство осколков и пятен крови находятся за пределами дорожного покрытия на обочине. Есть видеозапись в церкви, любезно предоставленную нам местным батюшкой, из которой следует, как... Я на 100% уверен, что автомашина под управлением Фролова несется на бешеной скорости по населенному пункту, совершает обгон, идет в лоб встречной машины, водитель, который чудом уцелел, вырулив на обочину, установившись, включив аварийный сигнал. И продолжает нестись по встречной полосе движения в сторону леса. Уголовное дело не заводят, ссылаясь на недостаток улик. Друзья молодого человека как могут поддерживают его мать, оставшуюся без единственного сына. Ходят по инстанциям и пишут жалобы, требуют привлечь виновного к ответственности. Не знаю, может быть, какая-то личная заинтересованность, может быть, это знакомство, личное знакомство с виновником тех же следователей, либо сотрудников ГИБДД. Считаю, что в дальнейшем все-таки, благодаря и нашим действиям, и огласке этой общественности, СМИ, в конце концов, уголовное дело будет возбуждено и виновник будет наказан. Мы как бы еще не опытные, и даже если что-то предпримем, мне кажется, на нас внимания особо-то и не обратят. Пока нет дела, нет и вопроса о признании вины, говорит адвокат водителей на марке. Второй участник ДТП ни разу не пришел к родителям погибшего Артура, не выразил им свое сочувствие. С должности сотрудник СИЗО не уволен. На работе его характеризуют только с хорошей стороны. Данный сотрудник у нас проходит службу в следственном изоляторе номер один младшим инспектором. ДТП он совершил во время нахождения в очередном отпуске. В настоящий момент он вышел из очередного отпуска, и вот сейчас будет служебная проверка продолжаться. В ходе служебной проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, и будут сделаны выводы и приняты решения. Все будет зависеть от того, какое будет процессуальное решение принято. То есть за один проступок дважды наказать мы не можем. Если у него будет административный наказание, то дисциплинарно мы никак наказать его уже не сможем. Адвокат семьи погибшего и его друзья уверены в том, что дело не получает ход, виновата еще и халатность сотрудника ГИБДД, прибывшего на место ДТП. По их мнению, он будто не замечал очевидного. Меньше 130-140 эта машина не ехала. Удар был такой силы, что, во-первых, грохот от этого удара слышал пол этого села, хотя место ДТП даже от этого дома находится по прямой метров 600. А во-вторых, от удара у автомашины Фролова было вывито переднее правое колесо. Василий рассказывает, сотрудник дорожной полиции осматривал место ДТП ночью. Долго не хотел фиксировать повреждения на транспортных средствах. Офицеры ГИБДД, в свою очередь, уверяют, каждый сотрудник четко знает свои должностные обязанности и исполняет их досконально. В обязанности сотрудника ДПС входит ограждение места происшествия для сохранения следов данного дорожно-транспортного происшествия. А также они занимаются поиском возможных очевидцев и обеспечивают безопасность дорожного движения. В том числе, при необходимости, регулируют транспортные потоки. Сотрудник госавтоинспекции, который входит в оперативную группу, занимается тем, что помогает следователю составить схему, найти свидетелей, найти понятых. То есть оказывает всестороннюю помощь следователю. Мама Артура каждый день с любовью рассматривает фотографии сына. Показывает медали и награды. Юноша занимался танцами. У него всегда была на лице улыбка, всегда улыбался, жизнерадостный, веселый, очень добрый. Если с ним пообщаешься, сразу поймешь, очень добрый, помогал. Других переживал больше, чем за себя. Я сама вот буквально за несколько месяцев с ним ездила на этом мопеде. Мы ездили на турнир и целый день он очень аккуратно вел. То есть я была в шоке, когда услышала о такой трагедии. Я не понимала, как могло быть такое, что на трассе его избили. В один момент изменилась и жизнь Инги, девушки Артура. Ей, студентке юрфака, будущему защитнику прав, теперь очень сложно поверить в справедливость. Я хочу, чтобы тот, кто виноват, был наказан. Я понимаю, что Артура не вернуть уже. Хотя бы тот человек был наказан.